К другим темам. Когда тепло не радует, пациенты второй городской поликлиники испытывают на себе, что означает выражение «вариться в собственном соку». Дело в том, что у больничного гардероба урезанный график работы. Сдать верхнюю одежду здесь можно только до обеда. Остальные полдня сохранность вещей и их размещения заботят только посетители поликлиники. Когда график работы гардероба совпадет с запросами пациентов, выясняла Елена Золотилина. Каждый день через двери больницы проходит много людей. Все они обращаются сюда за помощью. Берут в регистратуре заветные талончики и идут к врачам. О том, что доктор уже занят другим пациентом, можно узнать по оставленной на стульях куртке. Наверняка ее хозяин опасается за содержимое карманов, но деваться некуда, на прием попасть надо. Перед отделением хирургии, где всегда много людей, пациентов встречает объявление – не входить в верхней одежде. Но и тут полно людей в куртках и шубах. Жарко, и у меня ребенок один туда пошел, мне надо было снимать и помогать ему залазить на кресло. Я здесь стою. Вещи охраняете, да? Ну, конечно. Андрей Бабанин и рад бы сдать в гардероб свои вещи. Да вот только заветный стеклянный теремок работает всего до 11.30. Потом окошко закрывается и верхнюю одежду больше не принимают. Еще два часа гардеробщица выдает оставшиеся в ее владениях куртки и шубы. Потом погаснет свет и помещение пустеет до следующего утра. Все потому, что у поликлиники не хватает людей для работы во вторую смену. Сейчас вот с центра занятости нам прислали молодого человека. Он проходит медицинский осмотр, появится, будут две смены работать в гардероб. Но дано указание, все знают, медработники, что одежду в коридорах не оставляют во вторую смену, если приходится раздеваться в кабинетах. Это пока единственный выход из положения. Все изменится, как только новый сотрудник приступит к своим обязанностям. Зарплата работников вешалок и крючков невелика – около 7 тысяч рублей. Чтобы сумма достигла прожиточного минимума, из бюджета выделяют недостающие средства, а это всего 4 тысячи. Хватит ли этих денег для того, чтобы удержать работников, покажет время. Елена Золотилина, Роман Чернов, служба новостей «Импульс».